здравствуйте друзья это программа smp slipstream и находимся в студии смп рейсинг программы развития российского автоспорта и сегодня мы собрались по совершенно особенному поводу у меня куча классных гостей владимир атоев алексей басов а сергей сироткин владимир башмаков и будем говорить о картинге алексей первый вопрос задам вам поля у нас такая тема у нас турнир газпром детям картинговый турнир расскажите пожалуйста об этом подробнее потому что не так часто вообще мы говорим о картинге в принципе тут такой повод да здрасте всем вкратце расскажу что за турнир турнир называется смп рейсинг газпром детям он любительский участие принимают участники которые не имеющие никогда действующие там гоночной лицензии вот это уже в этом году третий турнир проводится предыдущие были в шестнадцатом и 2017 годах потом была пауза у нас и в этом году руководство приняло решение о возобновлении детского этого турнира турнир очень масштабный охватывает много городов россии в этом году у меня их 16 городов и 17 площадок то есть москве у меня две площадки где принимают участие за первый отборочный тур приняла в этом году восемьсот девятнадцать участников да то есть это очень так достойная цифра хотя в предыдущие года были была цифра полторы тысячи детей но и городов было больше там 24 площадки кратодромные и 20 городу даже сколько техники надо подготовить и сколько людей задействовано но это значит прокатный картодром вот со своей имеющейся техникой своим персоналом тренерским вот формат простой пять частей турнира приходишь приходит участника в прокатном темпе показывает время отбирается первые шесть времен попадают следующая часть часть турнира и соответственно так дальше потом проходит обучение участник каждый между собой они там соревнуются на каждой площадке каждом городе и отбирается соответственно сетка так как городов много я их поделил на зоны то есть в этом году у нас три зоны сибирская центральная и южная а какое возрастное ограничение вот два здесь человека хотели бы поучаствовать 33 годика нормально ребенок пройдет мы как бы у нас детский турнир у нас три возраста 9 11 12 13 14 вот три возраста которые могут принимать участие в этом турнире владимир я знаю что картинг это вообще основа основ автоспорта с какого возраста лучше начинать в каком возрасте приходить и родителям отдавать детей картинг если те хотят гоняться добрый день чем раньше тем лучше лучше всего это делать в шесть лет я считаю и недолго заниматься прокатным картингом и дальше начинать заниматься уже профессиональным картингом выезжать на спортивной технике есть класс микро для детей от 6 до 8 лет и россия единственная страна в которой проводятся соревнования в классе микро поэтому это дает возможность самого юного возраста привыкать к автоспорту я видела да как это забавно со стороны смотрится когда совсем маленький ребенок мне даже шлем кажется больше чем он сам и вместе с картами даже часто взвешивают то есть ребенок оттуда даже не выходят прям так поднимая так и есть очень забавно сергей я знаю что ты много занимаешься детским картингом тоже в россии значительный вклад в это вносишь вообще большой интерес сколько детей к тебе приходит в академию на самом деле картинг это основа основ да это то с чего начинается в большинстве своем любой автоспорт поэтому и во первых да приходит много и наша задача увеличивает до этот поток увеличивать собственно воронку до тех людей которых мы можем заинтересовать автоспортом потому что понятно прокатный картинг это не формула-1 но прокатный картинг он доступнее и понятнее для большинства поэтому именно на прокатный картинг да вот на такие первичные там базовые занятия можно собрать принципиально больше людей до получить больше воронку создать определенный отсев да и тем самым собственно наполнять уже какие-то действительно спортивные дисциплины да потому что вот дополни как раз сказанное да володе что действительно да ну тренд такой что ты начинаешь прокатном картинге да получаешь некие первые азы вообще его физики автомобиля да там как тормозить как разгоняться там как теория траектория плюс да но безусловно конечно теория до после этого то есть наша задача в том что не просто сделать что-то точечно да что там вот там помочь здесь обучить там а создать целую среду в рамках которой до спортсмен вот он пришел в картинг да попал сразу к нам программу и уже с нами идет да там и там прокатном картинге уже там на полу спортивным да в полу спортивном чемпионате и собственно выступает уже там под эгидой например наши команды чемпионате россии там будь то в классе микро будь то в классе там каких-то да уже более быстрых более взрослых вот поэтому задача ну то есть я всегда на все люблю смотреть системно да и задача создать полноценную среду да в рамках которой да вот как раз через турнир гаспром детям который вообще в будущем будет охватывать аж 20 картодромов до создать очень большую входящую воронку до людей которым это интересно которые хотят тренироваться обучаться да и создать собственно такое естественный отсек да и продвижение наиболее талантливых да по через всю нашу эту среду до профессионального спорта володь согласись что если бы в нашем детстве что-то подобное было то мне кажется то чтобы мы продолжали начинали карьеру в автоспорте но по крайней мере были бы какие-то шансы потому что я в свое время 22 года назад узнавал с родителями сколько стоит выступать в картинге и это было очень дорого это было очень дорого я даже могу сказать что на тот момент это было где-то 10 тысяч долларов за сезон это был 99 год то есть на тот момент но я не могу сказать точно квартиру однокомнатную можно было на эти деньги в москве купить и это большая проблема то есть нужно искать таланты нужно отбирать талантливых ребят не у всех ребят есть такие деньги на стартовую карьеру а спонсоров когда ты еще нигде ни разу не выступал ты не найдешь ты не придешь и не скажешь спонсором что я чувствую что у меня есть природный талант дайте мне денег попробовать ну кстати говорят но да это наверное не самый лучший способ здесь я так понимаю что основная эта цель это именно не просто дать возможность ребятам погоняться но возможность потом самых талантливых выявлять и чтобы они куда то двигались уже с программой smp racing вот как в принципе происходит именно этот потом уже отбор отсев и каких ребят будут брать каких ребят будут дальше развивать как все это работает а значит расскажу что в этом году будет у нас пятая часть турнира это суперфинал где соответственно съезжаются все быстрые пилоты которые прошли сетку отборов вот и будет суперфинал и финалисты победители из каждой возрастной группы мы обеспечиваем сезон автоспорта в двадцать третьем году а серебряному и бронзовому мы дарим два этапа соревнования каждой возрастной группы я расскажу пример в семнадцатом году у нас яркий пример был алексей несов выиграл в средней группе турнир любительский мы как и обещали дали ему один этап чемпионата россии по картингу вот он на удивление выиграл соответственно и этот этап у профессионалов и потом он был в нашей программе немножко ездил на формула 4 у нас и два года назад он выступал в gt open уже на мерседесе жить и 4 хороший яркий пример из любителей профессионалов если взять опять же разные возрастные группы насколько может быть меньше возможности или наоборот у тех кто стартует из более высокой возрастной группы ну конечно же чем раньше они начинают тем лучше но есть возраст 14 16 лет да и мы и даем возможность участвовать в smpr skg в классе неор и тем самым в кузовные гонки тащим мы у них есть возможность выступать в автокроссе и ралли кроссе в картинге и в smpr skg и зато у них наоборот уже может какой-то опыт быть потому что я был на турнире газпром детям шестнадцатом году и тоже нужно понимать что многие ребята которые там присутствуют не те кто что такое карк многие из них занимаются на прокат на картодромах охранники когда когда в школе они там занимаются на каждом картодроме присутствует школы со своими тренерами и из тренерMic картодромов на принципе на сколько я знаю даже с других втормов приезжают ребята многие из них уже достаточно хорошо особенно если они прошли уже кто-то базовая them они уже достаточно хорошо подготовлено насколько это можно сделать скажем так на прокат нога того да можно почему Почему нет? Ну, то есть надо просто поставить перед собой цель, выкатываться, вкатываться, привыкать к покрытию, к картам, к тем, которые находятся на картодромах, потому что техника разная бывает. А какой уровень, вот глазами профессионального пилота, да, если оценить, какой уровень у ребят в разных категориях возрастных? То есть это уже приходят почти готовые гонщики, вот, пожалуйста, давай ему более серьезную технику, или все-таки это скорее для любителей, которые хотят подняться профессионалом? Я посетил несколько городов, где проходит турнир, и мне довелось увидеть ребят, которые уже прошли отбор, то есть это топ-6 из каждой возрастной категории, и хочется отметить довольно высокий уровень их подготовки, и даже проверить, не бывало ли когда-нибудь у них гоночные лицензии. А, даже да! А самый, самый ценный совет, который им всегда хотелось дать, это ехать осторожнее, хладнокровнее и не получать штрафы. Ну, это, видимо, еще темперамент детей просто, валить на все деньги, извините за выражение картинок. Да, примерно так. Не боязнь. Сереж, а насколько тяжело, я знаю, ты по академии должен хорошо это знать, потом преодолевать вот эту ступень, условно, из такого турнира в профессиональный картинг, или это никаких сложностей не вызывает? Вызывает сложности, сложности и с точки зрения пилотажа, и с точки зрения техники, и на самом деле даже с точки зрения финансов, да, поэтому, когда я говорил, что наша задача не просто помогать кому-то где-то точечно, а построить среду, я как раз это говорил, вот отвечая на твой вопрос, наша задача сделать так, чтобы пилот полномерно рос, да, проходя поэтапно все ступени своего развития, доходя таким образом до, там, уровня, например, чемпионата России по картинку. Это, на самом деле, да, ну, там, для этого уже реализовано и, там, в следующем году реализуется еще и часть проектов, да, которые, ну, как бы, будут отвечать, да, вот на этот вопрос. А, ну, как бы, да, вот так просто, если это попытаться простым примером описать, да, вот представь, с такого турнира, да, там, твой ребенок попадает в чемпионат России. И, предположим, даже ты, как родитель, ты готов финансировать это, ну, что, в принципе, наверное, на первых порах, да. Нам тесты все равно нужны. Смотри, ты упираешься в, раз, тесты, два, то, что как ни крути, там, первый год-полтора, ты все равно не будешь в состоянии бороться, да, с топами-топами, да, то есть, по сути, ты попадаешь в ситуацию, когда ты вынужден потратить достаточно большие деньги, заведомо не получив результат. И при этом надо понимать, что чемпионат России, это не про обучение, это про борьбу уже более-менее состоявшихся пилотов, да, поэтому ты попадаешь в дорогую среду, в которой невозможно показать результаты и достаточно трудно обучаться. Поэтому мы, со своей стороны, предлагаем построить этот путь чуть иначе, да, чтобы пройти все этапы более полномерно, специально сделать, да, те этапы, где ты сможешь именно обучаться, именно, да, к, там, подготовке к дебюту в чемпионате России, так, чтобы не только потратить на это меньше финансов, да, но и прийти в чемпионат России уже, ну, более-менее готовым, да, как-то за какие-то результаты бороться. В принципе, там, целый ряд наших, наверное, учеников, которые, кстати, не в самом-то юном возрасте сели, да, вот там уже в этом году, ну, причем в самых топовых категориях, ну, выступают наравне, там, с лучшими нашими пилотами в стране, поэтому в целом, как показывает опыт, эта система работает, да, и это только начало, потому что на следующий год, ну, действительно, там, планов по ее дальнейшему развитию тоже много. Да, и добавлю, у нас те выпускники, ну, вернее, те победители или участники предыдущих любительских турниров «Газпром детям» участвуют в разных классах сейчас в СМП и РСКГ. Вопрос такой, как, собственно, попасть на турнир, вот если кто-то смотрит нас и заинтересовался, кто-то, может быть, сам, чьи-то родители, с чего начать? С чего начать? Значит, ну, как в этот турнир попасть, уже поздно. На следующий год? На следующий год следите за новостями, будем анонсировать. То есть вообще, какова процедура? Процедуру мы озвучим попозже, конечно же. Но есть какая-то определенность, как часто будет турнир проходить? То есть готовятся уже ребята, кто нас может смотрит? Готовиться, конечно же, нельзя останавливаться. Пускай тренируются. Пускай надо было начать. И не что делать, а уже пора идти и готовиться. Да, процедура на следующий год, она, наверное, тоже чуть-чуть у нас изменится. Вот, но это мы... Чуть попозже, да, анонсируем. Вот, а пока лучше тренироваться. Да, не останавливаться. Как можно больше картодромов, да, осиливать? Вообще, профессиональные гонщики как часто на картодром возвращаются, чтобы хотя бы для души отдохнуть? Ну, лично я очень часто возвращаюсь на картодром, да, чтобы тренировать пилотов. Сергей? На самом деле, нет, я понимаю, что прокатный картинг, это, наверное, не самая быстрая, да, ну, после формула 1, да, с точки зрения профессионального пилота, да, автомобиль, но на самом деле какая-то в этом тоже изюминка есть. И действительно, когда там у меня, например, какие-то ребята там тренируются, ну, особенно постарше, да, если мы говорим, там, мои тренера тоже там с ними катаются, иногда достаточно прикольно, особенно если там шлем у себя там в машине, да, в багажнике лежит, там взять, одеться, тоже с ними прыгнуть, проехать, заезд, вот. Да, это может быть с точки зрения профессионального спорта не тот уровень, но с точки зрения получения удовольствия, да, от пилотажа. И на самом деле отчасти даже в более простой среде, ну, да, в рамках более такой простой среды оттачивать там те или иные вещи, когда ты там редко садишься за руль. На самом деле, если с умом к этому подходить, даже для меня из этого можно с точки зрения именно полезности, да, профессиональной тоже что-то извлечь. Поэтому, да нет, это на самом деле круто и здорово, и даже если это больше как развлечение, это все равно полезное развлечение, потому что именно через, да, такое развлечение мы опять же привлекаем людей в автоспорт, к автоспорту. Да, и лучше водить в целом будешь. И в целом, да, это объективно, да, наверное, если человек к этому с умом относится, то, ну, с точки зрения вообще контроля автомобиля, что и отражается, наверное, косвенно, да, не прямо, но косвенно на безопасности дорожного движения, это, ну, тоже отражается в лучшую сторону. Алексей, а не страшно было вообще за такую задачу браться? Потому что я когда об этом думаю, это же технический вид спорта, это протесты, это недовольные родители, если дети маленькие, это недовольные дети, если кто-то кого-то пихнул там в повороте, это же просто кошмар. Все присутствует, все присутствует, и с каждым моментом приходится, ну, разрешать ту или иную проблему. Поэтому у тебя два мобильных телефона всегда. Да, два мобильных телефона, иногда... Один для судей, да. Да, иногда, когда приходишь на процесс обучения, и сразу тебя окружают родители со своими, соответственно, вопросами, потому что они тоже все между собой общаются. Вот, ну, это, я думаю, что это очень хороший, как бы, и турнир, и показатель, то, что есть интерес, вот. Ну, и самая главная задача, соответственно, нам нужно передавать опыт, нам нужно растить смену и вытаскивать, искать любителей и дальше продвигать их в отспорт. А есть какие-то цифры, сколько, допустим, городов в будущем вы планируете опустить? Ну, чуть попозже мы анонсируем, конечно же, еще раз повторюсь. Честно, надо было попозже с вами встречу начать, я поняла. Вот, да, 12 лет. Вот, ну, просто есть несколько проектов, соответственно, от этого зависит и количество городов. Сейчас готовится просто большая документальная работа от Федерации, да, потому что мы вот пока говорим про прокатный карстинг, надо понимать, что прокатный карстинг в настоящий момент это не есть спортивная дисциплина, поэтому сейчас ведется, на самом деле, очень много работы, чтобы сделать ее таковой. А сколько у нас прокатных картодромов вообще? Есть какая-то определенная? Или просто много? Ну, их на самом деле просто много. И вопрос прокатного картодрома, да, где вот эта вот грань, когда это совсем аттракцион, да, когда это уже становится, ну, каким-то объектом, да, все-таки со спортивным назначением. И наша задача действительно разработать, да, собственно, всю документальную базу таким образом, чтобы в рамках проведения спортивных мероприятий или, там, обучающих мероприятий, действительно, да, вот прокатный карстинг, да, попадал под, ну, спортивную дисциплину со всеми вытекающими. А следовательно, за этим тянется не только развитие пилотов, как таковых, да, под это тянется и развитие трасс, потому что нужно будет отвечать неким стандартам, развитие техники, потому что техника, да, тоже должна быть уже непроизвольный, а все-таки отвечающий, там, неким техническим требованиям, развитие, там, судей, маршалов, которые это обслуживают, тренировок, да, потому что, ну, профессиональная такая спортивная среда требует, да, не только от пилотов большего профессионализма, а вот, собственно, да, всех вовлеченных в этот процесс. И, собственно, да, вот наша задача – это максимально оперативно проработать буквально, там, в течение, там, месяца-полутора, и, да, соответственно, уже к следующему году вот запустить обновленный, назовем это так, «Газпром-детям», да, СМП «Рейсинг» «Газпром-детям», вот, со статусом спортивного соревнования, да, со всеми вытекающими. Все-таки важную информацию мы смотрели сегодня, какой-то получились. А попозже мы анонсируемся. А сейчас с картодромами, кстати, интересная тема, потому что мы знаем, есть открытые картодромы в Подмосковье, которые тянут реально на трассу уже настоящую гоночную. Есть, мне кажется, более-менее несколько, там, может быть, три-четыре картодрома в Москве, которые являются такими более-менее общепризнанными, да, а есть там, не знаю, картодромы, просто шины стоят на парковке, убитые карты. Я помню, я в лагере в Чехии отдыхал 22 года назад, и у нас в лагере был свой картодром, например. Небольшой, да. И какого он был уровня, как аттракционный или нормальный? Больше как аттракционный, но что там можно было проехать? Я так понимаю, что картодрома, в принципе, в Москве основное сосредоточение выговорилось. Нет, почему? Очень хороший картодром в Екатеринбурге, да, в Челябинске, в Питере. Владимир, наверное... А также все картодромы, которые принимают этапы чемпионата России и по совместительству принимают турнир «Газпром» с детям СНП. В Грозном тоже, да, точно. В Рязани, да. В Рязани, Ростов-на-Дону. Богатые с собой есть. Ну, в этом году у меня их нет, они не в программе. В принципе, я имею в виду, существуют как картодромы, если мы об этом говорим. Ну, если мы берем общее количество картодромов, ну, конечно, их много. Кстати, вот я хотела спросить, Сергей, наверное, это вопрос такой к тебе. Всего шесть этапов в Кубке России, в Чемпионате России по картингу, это не слишком мало, особенно учитывая, что, как правило, бывают какие-то технические исходы. То есть здесь вероятность, ну, не знаю, случайности и удачи, что ли, возрастает в титуле чемпионата? Ну, это как посмотреть. С одной стороны, конечно, хотелось бы больше, с другой стороны, надо понимать, что у нас всегда, когда проходит Чемпионат России, перед этим проходит просто какое-то всероссийское соревнование на этой же трассе, то есть как такая, ну, в обиходе, да, разгонная гонка называется, вот, чтобы там, ну, пилоты приехали, попробовали, ну, как бы, трассу, катились, настроили технику и, собственно, подготовились к Чемпионату России. То есть это сразу же шесть умножаем на два, это уже двенадцать гонок, да, плюс у нас есть всякие там весенние трофеи, осенние трофеи, зимние там какие-то гонки, но и суммарно мы приходим к тому, что, да, там, ну, больше двадцати гонок можно спокойно в сезон ехать, плюс многие еще сочетают там Чемпионат России там серии Ротекс Макс, например, да, и, ну, таким образом, по крайней мере, те этапы, которые легче в плане там пересечения, да, ну, и таким образом, на самом деле, календарь, там, гоняйся хоть каждые выходные, вот, и, ну, как бы, с этой точки зрения, наверное, слишком, да, вот, как-то, да, фокусировать именно на Чемпионате России может быть и неправильно, то есть должны быть соревнования разного статуса, да, имеющие, там, ну, все-таки, да, и для участников, да, и для организаторов, ну, как бы, да, такой разный, наверное, как бы, не только спортивный статус, да, но и в целом, как бы разный уровень, вот, и, ну, наверное, комплексно это как раз отвечает на, ну, все потребности и все задачи. Плюс у нас есть еще кубки федеральных округов. Конечно, я понимаю. И, ну, если мы даже возьмем Чемпионат Европы по картингу, там, в среднем, где-то, пять этапов за сезон, то есть, если мы берем Чемпионат мира, это вообще картинг, он по-другому устроен, это один этап, по сути, да, как где-нибудь, скорее, в других видах спорта, то есть, это не то, что там 20 или 15 этапов, поэтому, мне кажется, небольшое количество этапов внутри одного сезона какого-то конкретного вот чемпионата, это, в принципе, нормальная ситуация для картинга во всем мире. А когда тренируете молодых пилотов, все секреты рассказываете или все-таки это уже для старших информации? Нельзя все сразу рассказывать. Да, главное, не перегрузить. Вот так. Сереж, ты теорию больше даешь? Да, главное, нет, главное, систематизация, большая проблема не только в России, но и в мире, то, что обучающий процесс имеет некий хаотичный характер, что вот поворот, его надо проехать вот как-то так, от этого столба поверни, мимо той шины проедь, вот туда трещинки нажми на газ. И объективно, вот мы смеемся, объективно в большинстве своем тренировочный процесс выглядит именно так. Ну, это же привязывает к конкретной трассе, получается. Конечно, это привязка к конкретной трассе, к конкретному повороту, к конкретному условию. Поэтому здесь мы возвращаемся опять к системному подходу. То есть, ну, есть некая, наверное, база знаний в совокупе с навыками, да, которую, ну, как бы, да, ты должен передать своему ученику. Поэтому с этой точки зрения, это опять же вот к вопросу наших планов о будущем, да, что наша задача, да, сделать образование системным, ну, то есть, как в школу мы ходим. У нас же нет такого, что сегодня мы там решаем какие-то сложные там формулы по физике, завтра учим там букву А, там, как выписывать, а потом там еще что-то. Ну, то есть, есть там какое-то образование, то есть, ну, системность этого. У нас сейчас... То есть, уровни нужно еще делить на уровни. Конечно, обязательно делить на уровни. Каждая программа должна чему-то отвечать, как-то сертифицироваться, оцениваться и так далее. То есть, на самом деле, здесь очень большой пласт работы. Он отчасти уже был проделан нами там два года назад и, в принципе, достаточно успешно себя уже показал. Но пока мы говорим только локально про Москву, да, а вот опять же, да, со слов моих коллег, что у нас картодромов много, поэтому задача, да, как бы работать не только вот здесь вот, да, и с нашими, а работать по всей стране, да, потому что кто знает, где будет следующий, да, чемпион мира Формулы-1. Вот, поэтому с этой точки зрения здесь вопрос не объема информации, вопрос, как ее подать и что усвоит, да, там, ученик, ну, а большинство своим ребенок. Вот, и надо понимать, что цепочка, да, все равно она идет, вот ты спросила про теорию, да, на трассе человек делает не какие-то, вот мне вот это прям бесят, да, когда почему-то думают, что это, ну, хаотичное какое-то воспроизведение действий. Ты на трассе воспроизводишь то, что есть у тебя в голове, воспроизводишь это, то есть то, как ты думаешь, ты это воплощаешь в жизнь на трассе, воплощаешь жизнь с помощью тех навыков, которые у тебя есть. Поэтому ты вначале должен сделать так, что та картина в голове, ну, то есть то видение пилотажа, которое у тебя есть, оно, как бы ты должен сформировать у себя это видение, а дальше отработать определенные навыки, чтобы этих навыков хватало, чтобы твое видение пилотажа воплотить жизнь на трассу то есть целом как бы механизм как бы да вот весь вот этот путь становления да там но более-менее профессионально пилотом в принципе очень понятен и он на самом деле если прям сильно захотеть он абсолютно до систематизируем и с этой точки зрения да как мы имеем наверное все возможности все данные до чтобы распространить это не только у нас в москве как можно шире по россии потому что опять же пилотов потенциально очень много да и кто знает где будет следующий супер талант спасибо большое за внимание друзья это была программа smp slipstream мы находимся в студии smp racing программы развития российского автоспорта и сегодняшний наш выпуск был очень важен не только для тех кто любит смотреть автоспорт по телевизору но и хочет сам принимать участие строить гоночную карьеру оставайтесь с нами ставьте обязательно пожалуйста нам лайки и подписывайтесь на наш канал пока пока